У нас недельная глава, которая на иврите называется «Ваихи», и в переводе это значит «И жил». Это книга «Бытье», 47 главы, 28 стих. И эта глава, она завершает книгу «Бытье», «Берешит», завершается календарный год, так интересно, совпадение интересное. «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему». И далее Яков, он говорит своего сына о том, чтобы он похоронил его в земле его отцов, чтобы он похоронил его в Израиле. И не просто обещание, а он просит «Поклянись мне, что ты это сделаешь». И Иосиф, он поклялся. И тогда, тогда Яков пригласил дедушка, и уже дедушка Яков, он пригласил своих внуков, детей Иосифа, и он их благословил. Он их благословил. И это благословение, оно было очень таким мощным, сильным. И это Ефрем и Монасия, его сыновья, их звали Ефрем и Монасия. Это те два сына, именами которых благословляют мальчиков, когда встречается шаббат. «Да уподобит тебя Господь Ефрему и Монасии». И вообще, качество Иосифа, я уже говорил о качествах предыдущих патриархов, так вкратце. И качество Иосифа – это «есод», что значит «основа», «основание». И есть еще такое в этом понятие – это «малое, вмещающее, большое». То есть «малое, способное вместить большее». И мы видим из Слова Божьего, что у Иосифа были очень хорошие дети, благословенные, которые сохранили веру. Его потомки, они впоследствии вошли, пройдя все испытания. Из Египта, потом они пришли в Израиль. То есть Иосиф, он заложил очень хорошее основание. И он научился сострадать, Иосиф. То качество, которого у него не было в молодости. У него появилась проницательность. И также он стал учителем. У такого папы, если бы он не был хорошим учителем, конечно же, дети бы не были такими. И происходит немножко необычная вещь. Писание говорит, что глаза Израиля, это второе имя Якова, как мы помним, уже притупились от старости. И к ним подходит Иосиф, зная, что папа уже не очень хорошо видит. 147 лет, все-таки возраст. И мужа ставит мальчиков старшего под правую руку, младшего под левую руку. И тут папа делает что-то по-своему. Берет, скрещивает руки и благословляет мальчиков. Иосиф посмотрел, говорит, нет-нет, папа, что ты делаешь? Вот этот старший, этот младший. Он говорит, знаю, знаю, знаю. Я знаю, что я делаю. Ты не думаешь, что я такой уже совсем слепой. И здесь мы видим с этого момента, что у Иосифа открывается духовное зрение, у него открывается пророчество. И оно очень начинает проявляться с этого момента, очень-очень явно, сильно начинает проявляться. И, ну, скажем так, в Писании, в Священном Писании нет, например, книги пророка Иосифа. Но здесь мы явно видим сверхъестественные вещи, открывшийся пророческий дар Якова. И он благословляет детей очень таким красивым, сильным благословением. И что интересно, что здесь мы видим конец братским конфликтом. То есть, Яков сказал, что младший будет сильнее, чем старший. Он уже пророчески это видел. И зная, помня предыдущие события, свою жизнь, жизнь папы, там были вот эти конфликты братьев. Начиная уже со времен Адама и Евы, этот конфликт начался. Каин, Авель, Исаак, Измаил, Яков, Исаф. То есть, постоянно этот конфликт был, к сожалению. И здесь мы видим, что этот конфликт завершается. То есть, далее эти братья, они не конфликтуют. Они живут мирно. Никто никому не делает проблем. И далее, далее мы видим интересную, называется, пророческое благословение Израиля на все колена Израиля. И в 49 главе пишется, «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». И начиная со старшего, Иаков, Иаков, он начинает говорить, что будет далее. Начинаем с Рувима. Рувим, Ревен, первенец, колоссальный потенциал, очень хорошие возможности, но совершил ошибку такую, что, к сожалению, уже он не смог быть первенцем. То есть он настолько серьезно ошибся, что папа лишает его вот этого первенства. В средние века было такое понятие, рыцарь лишен и наследство. Это как раз тот случай. Далее говорится про Симеона и Левия. Мы помним, что они перебили целый город. И он делает им выговор и говорит, что проклят гнев их. Не их проклинают, а проклинают гнев, который они совершили. И они тоже не получают первенства, скажем так, по очереди. И доходит момент до Иуды. И здесь мы видим уже настоящее благословение. То есть, если в начале был разговор, это больше было похоже на выговор, а не на благословение. И знаете, я хочу сказать, что есть ошибки, которые мы должны совершить, чтобы чему-то научиться. Но есть ошибки, которые могут стоить нам очень дорого. Вот как этим братьям их ошибки, их нездержанность, незрелость, она сыграла с ними очень такую грустную историю. то есть, они лишились первородства. И мы видим, что первородство удостаивается Иуда. И если предыдущие братья, они совершали серьезные ошибки, они делали те вещи, которые потом создавали проблемы всей семье. И Иуда тоже совершал ошибки, но предыдущие братья, как мы видим, они даже не раскаивались. То есть, они считали себя правыми, то есть, все нормально, там, папа что-то говорит. У нас есть свое мнение. Но Иуда, Иуда совсем другое дело. И мы видим истории жизни Иуды, истории Астамар, когда он рискуя своей репутации, он признал свою вину. Далее мы помним, когда Иосиф испытывал братьев, чтобы увидеть, какими они стали, такими, как были, или они поняли, что они ошибались, что они сделали зло, то Иуда тогда предложил собой заменить своего брата, который попал в рабство. И Иуда, он брал на себя ответственность в критические моменты, он брал на себя ответственность, что очень, очень важно. Если первые братья, они были инфантильными, то этот, он, скажем так, был взрослый, он был способен управлять семьей, управлять государством, то есть он трансформировался, он сформировался как хороший лидер и получает первенство. И мы помним, что из колена Иуды потом родился царь Давид и также наш Машиах Ешуа. И Иуда вот интересно, что евреев называют евреи, еще называют у нас есть Иаков Израиль и еще есть слово, которым евреев тоже могут называть иудеи, иудаизм, иудеи. Вот это от этого человека Иуды, который был главой колена. И очень красивое, хорошее благословение. И далее мы видим, что Иаков, он благословляет каждого из братьев и особенное благословение также дается Иосифу. То есть в каком-то смысле вот эти первые братья, они лишались наследства. То как компенсация Иосиф, Иосиф он был благословлен двойной частью, тоже как первенец. И пройдя все испытания, вот эти 17 лет, они считаются самыми лучшими годами, самыми комфортными годами жизни Иакова. И он в 130 лет попадает в Израиль, в Египет. Я извиняюсь, Египет. И там очень хорошо развитая цивилизация в Египте. И придя туда в 130 лет, наверное, он бы мог сказать, да я только жить начал. То есть он в очень комфортных условиях. Иосиф дал им лучшие земли в этой стране. Его сын достиг положения главы правительства. Что еще можно желать? Хорошо устроенная старость. Но он просит отнеси когда я умру похорони меня в Израиле, похорони меня в земле отцов. А так можно было бы сказать слушай папа, да мы тебе тут такую пирамиду выстроим, мы тебе такой сарфа кафах сделаем, тут будут туристы когда-то это я уже так интерпретирую, будут туристы приходить со всех концов земли посмотреть на вот этот замечательный мавзолей. Нет, я хочу быть похороненным в своей земле рядом со своими предками. И то же самое завещал Иосиф. Когда умирал Иосиф, он завещал, чтобы его тело, его когда евреи выходили из Египта, они взяли гробницу Иосифа и вот они все эти все это время странствования по пустыне они носили с собой и внесли в землю обещанную. И одна из основных тем этого послания это испытание веры, это сохранение веры. И в первом послании Петра, которым я завершаю, говорится о вере, это в первой главе, говорится об испытании веры. И когда приходят испытания нашей веры, то в большинстве случаев нам некомфортно, мы проходим через какие-то конфликты или сложные ситуации, но устояв, как устоял Иосиф когда человек устоял в своей вере, он не пошел на компромиссы своей совестью, он остался верным Богу, такой человек обязательно получит награду. И апостол говорит о вере, которая откроется в последнее время, о сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша осталась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иешуа Амашиах. Аминь. Аминь.